Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру Столпы Огня по роману Кена Фоллита. Ну что же, надо нам наверное подойти к Тому и поговорить о том, что мы с вами узнали, что нам ответит на это он. Ну-кася. Здесь есть стена почти без раствора, если это правда, то ты и наблюдательный. Ну-ка попробуй отыскать еще какие-нибудь повреждения. Лучше всего послушать, что болтают о графе. Если мы сумеем разобраться, что он за человек, то поймем, какие повреждения замка особенно важны для него. Тому нужна работа, мне нужно найти что-нибудь требующее ремонта. Понятно, значит нам нужно еще что-то разузнать, разведать. Подметальщик. Уж прости парень, леди Алиена сегодня не принимает. Хе-хе-хе. Я хочу увидеть, леди. Ну и ну, ты такой же невоспитанный, как и предыдущий ее гость, а? Хочу и все тут. А Манерк позабыл? Могу я ее увидеть? Можно ли мне ее увидеть? Можно? Я уже сказал, что сегодня она больше не принимает. По крайней мере, всякий сброд. С нее хватило и этого хамлея, который явился повторно просить ее руки. А вот какого-нибудь глазастого юнца, который воображает себя, министреля, она, пожалуй, бы впустила. Только не начинай петь. Хе-хе. Ага, министреля. Так. Давайте. Можно ли мне увидеть леди? Я уже сказал, что настырные мальчишки ее сейчас не интересуют. Она предпочла бы более приятное общество. Хамлей? Да, сынок. Перси Хамлей. Уильям. А теперь давай отсюда. Леди Алиена? Очаровательная юная дева. Она живет на вершине донжона. Как принцесса? Ну, не совсем. Хотя, полагаю, что королева из нее вышла бы превосходная. Но пока что она всего лишь дочь графа Ширинга и весьма подходит для этой роли, смею заметить. В этой башне и правда есть принцесса. Взять. Да, ничего, пока мы тут хорошего не разумнали. И тебе доброго здравия. Так, ну что же. Давайте тогда, молодой рыцарь. Так, ага, туда нас... А ну стоять! Уж прости, парень. Леди Алиена сегодня не принимает. Понятно. Значит, нам туда никак не пройти, хоть ты тресни. Угу. Граф? Нам известно только то, что творится на юге. А граф Роберт на западе. Юго-восток Англии в наших руках. Пусть не весь, но нам хватает вестников, чтобы узнавать новости. А теперь помолчи какое-то время. Мне надо подумать. Так, граф, значит, решил о чем-то подумать. А здесь у нас кто такой? Ну, он сидит, как и прежде. Ничего у него не взять. Не пообщаться. Как видим, женщина тоже здесь моет посуду. Так, даже так ничего у нас не выходит. Так, я вижу какая-то бумажка. Вроде как письмо, но не могу ее подобрать. Он сюда почему-то не заходит. Жаль. Если тебе что-то нужно, обратись ко мне. Это говорит подметальщик. Так, понятно. Значит, я нажимаю на графа, который думает. А отвечает за него подметальщик. Значит, беспокоить его бесполезно. Получается так. Ну-ка. Молодой рыцарь. Может быть, с ним получится поговорить. По крайней мере, мы куда-то пошли. Ага, вот оно что. Эй, ты! Что тебе нужно? У нас с отцом важные дела. Иди поиграй во дворе с прочими детишками. Какой грубиян, а? Если ты хочешь что-то... Понятно. Подметалло, как всегда, за свое. Заладил, а? Тут ничего больше нету. Нет, 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 нет. Граф занят. Пострел. Ясно. Погодите, погодите, погодите. Куда пошел? Пошел письмо! Вот так вот. Интересно, что это такое. Обгоревшее письмо изучить. Письмо, датированное 25 декабря 1135 года. Леди Алиена. Я с нетерпением жду наши встречи. Поскольку мой отец один из богатейших людей страны, а ваш граф Шеринга, наша семья станет могущественнее любой другой. Но не стоит бояться нашей предстоящей встречи, миледи. Вы мне отлично подойдете. Мой отец строит для нас дом. Вы будете готовить, убираться, принимать гостей и заботиться о моих лошадях. Наградой вам будут прекрасные долгие ночи. Уильям Хамлей. Хамлоты! Ёлки-палки. Он думал, что эта нелепая письмечишка ее заинтересует. Но как бы не так. Так, что же нам тогда, ребята, здесь остается сделать, а? Я даже не знаю. Мы нашли две зацепки, по крайней мере. Так, что у нас тут? Помните, нам рыцарь говорил о колодце? А он вроде как поломанный. Полуразвалившийся колодец. Взять. Отлично. Ребята, ну что, вот. Стену мы отдали. Теперь отдадим колодец. Ну и, наверное, я так понимаю, все. Больше здесь ничего нету. Так, Марта. Пересечь двор. И давайте сходим, наверное, мы с вами опять к Тому. Не знаю, здесь, по крайней мере, точно ничего нету. Ни на что не показывает. И отдадим ему следующее задание про колодец. Я думаю, принцесса его не интересует. Хотя, кто его знает? Давайте так. Колодец совсем развалился? Серьезно? Верно подмечено, Джек. Уж колодец граф точно захочет починить. А теперь постарайся отыскать еще одно поврежденное место. И непременно скажи, если узнаешь что-нибудь о графе. Тому нужна работа. Мне нужно найти что-нибудь требующее ремонта. Так, ребят, нам нужно еще найти одну какую-то сломанную вещь, которую Том может в дальнейшем починить. А что это может быть, я ума пока не приложу. Донжон. Ну что у нас в донжоне? Там ничего нету. Это либо здесь, либо где-то на рынке. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Так, конюшня. Э, рыцари. Хм. Очень-очень даже интересно мне самому, что это может быть. Ну, давайте, наверное, еще разочек зайдем в донжон. И посмотрим, что нам здесь ответят. Можно ли мне увидеть леди? Я уже сказал, что настырные мальчишки ее сейчас не интересуют. Она предпочла бы более приятное общество. Значит, мы для нее видели неприятные. Да, здесь, по ходу дела, все-таки нечего ловить нам. И починить мы здесь ничего не можем. И, естественно, про графа узнать тоже ничего не можем. Ладно, пойдемте во двор. Рынок. Вот что здесь на рынке может быть? М? Да ничего, по ходу дела. Так, это мы обратно возвращаемся. Это на стену подняться. Так, мы уже наверху. И что? Помочь Тому найти работу. Опять поговорить с рыцарем с этим? Так, мы вроде бы как бы все с ним обсудили. Ладно, давайте-ка посмотрим, что он нам ответит. У него когда-нибудь эта кружка с пивом там закончится или с чем? С Элем? Ну, что ты мне расскажешь? Так. Ты рыцарь? Ну, еще бы. Так бы я и стал рисковать жизнью не за грош, коли мое дело было бы печь хлеб. Имей в виду, парень, найти работу, за которую платят, а не такую, где всякий раз, как тебе подадут на поле боя. Ведь ты же должен покупать коня. Накладное это быть рыцарем, особенно, когда ты выпить не дурак. Проклятие. Если бы я только знал. Вот и весь разговор у нас с ним получился. Странно, конечно. Ничего мы тут хорошего не обнаружили, к сожалению. Что же нам тогда остается сделать? Здесь облазили практически все. Кроме вот как нас в дом. Нас почему-то не пускают туда. Не знаю уж по какой причине, но пойдемте тогда, наверное, к маме сходим на площадь. Коль такое дело здесь у нас началось. Там что? Там у нас, получается, колодец. Там была стена. Да. Ну вот. И родители. Может быть, пообщаться маленько? Может, они что посоветуют? Туда мы пройти дальше не можем. Как видите, все. Встает возле прохода. И замирает. Так, здесь ничего. Крыша тоже вроде бы. Нормуль. Ладно, давайте пообщаемся маленько. Что тебе надо? Проваливай. Да пошел ты сам, а. Привет, Джек. Ты уже бывал в замках? Нет. Замки это самые безопасные места в мире. И в замке так просто не ограбишь человека. Мама рассказывала мне длинные истории о замках, рыцарях и принцессах. Ух ты, а что за истории? Например, про Трисона и Изольду. Они выпили зелье и полюбили друг друга на целых три года. Я знаю эту историю. Джек, как ты думаешь, в этом замке есть принцесса? Вот бы мне хоть разочек увидеть настоящую принцессу. Вот так вот. Да, есть. Что? В этом замке есть принцесса? О, я хочу на нее посмотреть. Неужели мы сейчас посмотрим принцессу? Ага, вот оно что. Кто бы мог подумать, что надо поговорить всего лишь с Мартой. Моя госпожа? Да, Мэтью. Внизу толчится парочку детей. Они отчаянно хотят вас повидать. Детей? Довольно симпатичная девочка и с ней настырный мальчишка. Что ж, раз уж моя роль принимать гостей моего отца, пожалуй, приведи их сюда. Ваш отец позволил вам разорвать помолвку. Я уверен, что он не будет возражать, коли вы этих детей не примете. Но всякий рад видеть симпатичную девочку. И настырного мальчишку. Я думаю, мы поладим. Можешь привезти их сюда. Все, он на мальчишку на этого, на Джека наезжает, а? Подметальщик. А, это вы? Я заметил вас вместе с родителями из окна. Чем могу вам помочь? Ну что ж, давайте так. Вы совсем оробели, да? Хотите покушать? Но еду еще не подают. Они сделают, что я прикажу. Я велю Мэтью принести вам немного хлеба. Да, пожалуйста. А где ваша мама? Моя мама умерла. Тогда почему вы не грустите? Я грустила, но это было давным-давно. Мой братец Ричард даже не помнит ее. Моя мама тоже умерла. Когда же она умерла? На прошлой неделе. О, тогда что же с вами за женщина? Это моя мама. А где твой отец? У меня никогда не было отца. Тогда откуда же ты взялся? У мамы родился. Все детишки рождаются у мам. Какое отношение к этому имеют отцы? Пожалуй, пожалуй, тебе стоит поговорить об этом со своей мамой. Идемте. Я хотела кое-что вам показать. Вы когда-нибудь поднимались так высоко? Нет. Ух ты! Люди кажутся такими маленькими, прямо как мышки. И вы, наверное, бываете здесь каждый день. Раньше так и было, но теперь я стараюсь удерживаться от этого. Почему? Скоро у нас появятся могущественные враги. Если наше наступление будет неудачным, враги могут осадить наш замок. Тогда мне придется все время сидеть наверху. Я решила, что даже этот вид мне скоро опротивит, так что стараюсь бывать тут поменьше. И все же вы решили показать его нам? Мне кажется, такой вид не может наскучить. Идемте, нам пора спускаться. Мэтью отведет вас к родителям. Принцесса сказала мне, что граф ожидает нападения. Вот оно как. Как прошла ваша встреча? О, она такая красивая. Правда, Джек? Угу. Так, и все, что ли? Ну, это никуда не годится, ребят. Так, давайте мы сейчас, наверное, о нападении расскажем. Леди Алиена ожидает нападения. Нападение? Значит, граф готовится к битве? Очень ценные сведения, Джек. А теперь постарайся отыскать еще одно поврежденное место. Да елки ты палки, что ты будешь делать? Что ты там до меня докопался? Я тебе уже тут, по-моему, все нашел, что только можно. Да, ну а тут-то что? Ну, тут уже все. Тут все. Каждый уголок я обшмонал, облазил. И ничего здесь толкового мы не найдем. Так, подняться на стену. Это у нас все уже зафиксировано. Дом. Который по-прежнему меня не пускают. Да. Где-то должно быть что-то. Может быть, я плохо где-то ищу. Ну, почему-то мне кажется, что это должна быть какая-нибудь, не знаю, то ли стена, то ли еще что-нибудь такое. Потому что колодец мы нашли, так? Стену мы нашли. Что он там третий-то говорил, этот рыцарь? Про свое наступление втихаря. Но он вроде бы только про колодец и про стену говорил. Ну, домик там. И все. Ничего больше такого не было. Да, колодец уже вообще не реагирует. Что же нам делать? Найти что-нибудь требующее ремонта, а? Это же не сломано, да? Ну да, Джек. Сглупил я. Уже от безвыходности не знаю, куда ей кликнуть. А может быть подняться к рыцарю и на него кликнуть? Ну, это, наверное, глупость какая-то будет. Хотя, почему глупость? Он нам рассказал про стену, он нам рассказал про колодец. Может быть, что-то последнее он еще не договорил? Так. И он здесь вообще неспроста стоит. Сто пудово. Вид на деревню. Зубцы едва не отваливаются. Взять. Не понял. Это... А как это у меня так получилось? Странно. Но, тем не менее, мы нашли, по ходу дела, ребята, с вами третью загвоздку. А ну-ка. Что-то на это скажешь, Том. Зубцы стен повреждены. Я это уже заметил. Пожалуй, пока довольна. А теперь попробуй выяснить еще кое-что. Ты просто молодщина, сынок. А теперь идем-ка. Сам увидишь, получится у нас что-нибудь или нет. Слушай, я отдал бы тебе работу. Но ты нам не нужен. Я просто надеюсь, что вы не ожидаете осады. Почему ты об этом говоришь? Укрепление в плохом состоянии. А вот с этого места поподробнее. Раствор, скрепляющий камни местами, выкрашился. Между камнями будет нетрудно просунуть лом. А коли дыра проделана, можно и всю стену обрушить. Что-нибудь еще? Да. Вход в подвал Дон Джона закрывает деревянная дверь. Если бы я захотел захватить Дон Джон, то выломал бы дверь и поджег все припасы. А будь ты графом, то как бы ты это предотвратил? Я бы приготовил груду обтесанных камней и хороший запас песка и извести для раствора. А также держал бы каменщика, чтобы в случае опасности он мог заложить дверь камнями. Мэтью, хочу с тобой переговорить. По-моему, Тома взяли на работу. Что ж, дом у нас есть, хоть не знаю, надолго ли. И всем этим мы обязаны твоему сыну, Эллен. А что он сделал? Он сделал то, что я поручил тебе, разул глаза и раскрыл уши. И помог мне убедить графа. Ну все, берите вещи и за мной. Давненько у нас не было крыши над головой. И вот Том Строитель наконец-то нашел работу. Тогда мы еще не догадывались, что это ненадолго. Епископ Уолеран согласился вам помочь. Вы сообщили епископу Уолерану об участии Фрэнсиса. Вы отдали соломенного рыцаря Марти, чтобы помочь ей набраться храбрости. Вы и ваша новая семья добрались до Эрцкасла. Вы проигнорировали голод Альфреда и, похоже, никогда не подружитесь с ним. Вы заслужили доверие сэра Щербача и узнали его секрет. Вы рассказали о Лиене об отце Джеке. Вы нашли письмо Ули Мохамлея к леди Альене. Вы помогли Тому найти работу в Эрлс Касле. Ну что же, ребята, будем с вами продолжать играть и переходим к главе четвертой. Глава четвертая. Хорошо, что ты послал брата сказать пастве об обители Святого Иоанна о своем выдвижении. Если бы ты сам отправился, они могли бы уже не отпустить тебя. Велика вероятность, что я вернусь в обитель Святого Иоанна после сегодняшних выборов. Откуда такой пессимизм? Многие братья по-прежнему хотят видеть приором Ремигиа. Филипп. Да? С одним из новийцев произошел инцидент. Инцидент какого рода? Ремиги избил его. Он был весь в крови. Он едва мог идти, но ушел. Мы звали его, просили, но он не вернулся. Ушел, не оглянувшись. Он сбежал от нас? И не он первый. Да и к тому же брат Марк понес наказание уже не в первый раз. Брат Марк? Да, он стащил мои ключи и пищу. Это же ты сообщил об этом Ремигио. Да, я, но он же еще почти ребенок. Ремиги заходит слишком далеко. В прошлом году он ударил одного новийца. Бедолага так и остался глухим на дно уха. Скажи, Филипп, что ты сделаешь в первую очередь, когда тебя изберут? Вопрос интересный. Так, что мы? Скрипторий. Мы не должны избивать новийцев. Самообеспечение. Мы, наверное, собор построим. Мы починим собор. Очень своевременно. Давно пора, я бы сказал. Если бы мы только не были в долгах, как мы сможем оплатить починку? И тут почему-то я подумал вдруг о томе-строителе. Ну да ладно. Вам нельзя сюда. Что там такое? Кто эти люди? Эй! Отойди! Назад я сказал! Что там вообще происходит? Солдаты? Они что, снова начали войну? Болваны! Филипп! Фрэнсис! Фрэнсис у них! Фрэнсис? Узнать, что происходит. Ну что же, ребята. А вот на этой ноте мы и будем завершать с вами эту серию. Всем спасибо за просмотр. И до нового видосика. Всем пока и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!